Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. С новостями вас сегодня познакомлю я, Ольга Костина, и мы начинаем. 22 сентября на территории Московской области пройдет ежегодная экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». В Электрогорске полным ходом идет подготовка к этому событию. В рамках предстоящей акции «Наш лес, посади свое дерево» почти на 1700 участков площадью более 750 гектар посадит порядка полутора миллионов деревьев. Ожидается, что в акции примут участие около 200 тысяч человек. Принять участие в акции могут все жители Электрогорска. Администрация города поддерживает данную акцию и планирует высадить на территории города крупномерные саженцы деревьев и кустарников. Всего запланировано 18 площадок. Из них 12 – это дворовые территории, 3 – территории школ, стадион имени Классона, улица Горького, новая часть городского бульвара и в районе автовокзала около памятника Роберту Эдуардовичу Классона. В местах проведения посадок будет выдаваться необходимый инвентарь и посадочный материал. Участникам достаточно одеться по погоде и взять с собой резиновые сапоги. Приходите 22 сентября на акцию, посадите свое дерево вместе с нами. Уважаемые жители Электрогорска, в 11 часов в субботу ждем вас на бульваре, стадионе, при вокзальной площади, во дворах домов. Приходите семьями, приводите друзей. Только сообща мы сможем сделать наш Электрогорск самым красивым и зеленым городом Подмосковья. В этом году в нашем городе открылась современная, комфортная, удобная детская поликлиника. Много лет мама с детьми, медицинский персонал ютились в тесных и неуютных помещениях, испытывали трудности и неудобства. Но благодаря усилиям администрации, поддержке губернатора области, в первый день весны порог новой поликлиники перешагнули первые пациенты. Казалось бы, на такой позитивной ноте эпопея с трудностями посещения врачей у родителей должна закончиться. Если бы не одно «но». Смотрите наш сюжет. 40 миллионов рублей ушло на капитальный ремонт здания детской поликлиники, которая много лет стояла недостроенным. Строители за эти деньги сделали колоссальную работу. К зданию подвели инженерные коммуникации и произвели капитальную замену системы вентиляции. Установили двери и новые радиаторы, заменили стеклопакеты. Все сделано в соответствии с нормами. В кабинетах стоят специальные препараты для обеззараживания воздуха, новая сантехника, мебель, современное диагностическое оборудование, аппарат ультразвукового электрокардиографического исследования, современный стоматологический кабинет. Вот только маленький нюанс не предусмотрели ни заказчик, ни исполнитель. Отсутствие входа в поликлинику, помещение для колясок малышей на случай непогоды. Изобили мамочки города тревогу. Просили городскую администрацию перенести старую колясочницу к новой поликлинике. И ждали, когда же их услышат. Хочу сказать, что в июле 2018 года мы успешно вошли в государственную программу Московской области здравоохранения Подмосковья. И включены у нас два объекта в учреждения здравоохранения. Вот скажу только об одном. Вчера был подписан контракт, прошли все необходимые процедуры и подписан контракт на строительство теплой колясочной к зданию детской поликлиники. Эта колясочная будет построена в течение полутора месяцев. Строительство начнется со следующей недели. Уже подрядчик закупает необходимые материалы. Полностью строительство новой колясочной финансируется из бюджета Московской области. На эти работы предусмотрено около пяти миллионов. В перешний работ это строительство колясочной. И еще дополнительно будут установлены три козыряка на запасные выходы. Будет еще установлен один пантус с той стороны, где у нас приходят на прием больные детки. И будет дополнительно выложена брусчатка. В связи с планируемыми работами по строительству нового помещения, будут внесены изменения во входную группу для пациентов дневного стационара. Наши мамочки, которые постоянно ходят на прием к своим участковым педиатрам, страдают от того, что некуда поставить детские коляски на случай плохой погоды. Их пожелания были учтены. И теперь будет пристроена новая колясочная. Вход в детскую поликлинику будет с этой же стороны. Но чтобы попасть в здание, нужно пройти через колясочную, оставить, прикрепить коляску и спокойно войти в здание детской поликлиники. Помимо того, что новая колясочница будет теплой, она еще будет и вместительной. Площадь ее составит порядка 20 квадратных метров. Будут продуманы крепежи в случае того, чтобы обеспечить сохранность этих колясок. А та колясочная, которая ранее стояла у того здания детской поликлиники, где ранее она ходила, будет использована как велопарковка. То есть для того, чтобы и велосипеды тоже можно было хранить не под открытым небом, а в случае плохой погоды устанавливать там. Лицо любого города – это вокзал. Покидая или возвращаясь в тот или иной город, мы неизбежно попадаем на вокзал, ведь именно он служит воротами населенного пункта. Современный или старинный, благоустроенный или нет, но это первое, что видят люди, приезжающие в город. И именно по его внешнему виду судят об облике всего поселения, о его комфорте и благоустроенности, и о жителях. Достопримечательностей в городе может быть много, а визитная карточка одна, и, как правило, она и является символом города. Причем символ может быть официальным, герб или флаг, а может быть и неофициальным, но известным, узнаваемым объектом, связанным с важным для города событием. Вот такой достопримечательностью Электрогорска стал памятник основателю нашего города Роберту Классону, установленный на привокзальной площади. А как же, для того, чтобы народ знал, чей это город, кто его основал. Люди приезжали, ведь здесь была станция электропередачи, все. Больше тут ничего не было, это несколько дворов и все. Все это создано благодаря работы Классона. Идея установки такого памятника назрела давно. И только сегодня достойный монумент великому человеку украсил наш город. Раньше была на Агрессии, я там работала, там не видели люди, а сейчас, конечно, хорошо. Это основатель нашего города. Хорошо, отлично, правильно сделали. Чтобы дети знали, откуда наш стал город Электрогорска, как раньше была электропередача. И приятно то, что он пришелся по душе и гостям города, и его жителям. Прекрасно, что это сделали, и это очень хорошо благоустроили. Просто как-то город повысился по уровню своего, из поселка превращается в действительно город. И не только старожилам, которые не понаслышке знают историю родного города, но и молодежи, для которой это событие останется в памяти. Положительно, потому что люди должны знать, кто основал город, в котором они живут. Да, это хорошо, когда помнят историю, не забывают все это, чтят. И хорошо, что у нас облагораживают город, ставят какие-то культурные памятники. И то, что город по-своему развивается. 12 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения Роберта Эдуардовича Классона. В канун его юбилея прошло немало мероприятий, посвященных этой дате. И при поддержке администрации было принято решение установить в городе памятник. 9 февраля состоялась торжественная церемония открытия закладного камня. И вот спустя 8 месяцев в сентябре на привокзальной площади появился памятник Роберту Эдуардовичу. Замечательно. Только единственное, что волнует, то, что нет дат рождения и окончания его. Вот это, да. Некоторые приезжают, которые приезжали из Москвы. Люди хотели, может, поинтересоваться. Кто такой Роберт, это мы знаем. А остальные-то в основном не знают. Сейчас идет благоустройство территории, чтобы жителям и гостям было уютно в новой зоне отдыха. А сам монумент ждет завершающий этап работ. Закрепление мемориальной таблички о истории жизни и свершениях Роберта Классона. Очень хорошо. Понравился памятник. Очень, да. Роберт Классон, как говорится, первый человек, который здесь начал организовывать добычу торфа предприятий для вроде бы электроэнергии, для выработки электроэнергии, подачи в Москву и ближе лежащие, как говорится, населенные пункты. Торжественное открытие памятника запланировано на 6 октября. На нем будет присутствовать внук Роберта Эдуардовича Михаил Классон. Роберта Эдуардовича Михаил Классона. В течение всей недели первый заместитель главы администрации Сергей Дорофеев вместе с сотрудниками администрации, начальниками подведомственных организаций контролировал состояние городских территорий и ход ремонтных работ на важных городских объектах. Подробности далее. Еженедельный обход на этой неделе начался с посещения бани. После осмотра выполненных работ вместе с подрядчиком обсудили детали по благоустройству прилегающей территории и обустройству парковочного пространства. На сегодняшний день на объекте общественная баня происходит работа по монтажу системы вентиляции, прокладке трасс-канализации уже за зданием, монтаж системы отопления, то бишь доведение ее до УМАП, узлы учета, магистрали и смена задвижек. Заполняем оконные блоки стеклоблоками, то бишь затирка и так далее, и само устройство. И решаем вопрос электричества, то бишь сейчас заключен новый договор, выполнены условия Мособлэнерго, ждем инспектора на днях, чтобы запустить постоянные схемы электричества. А вот на еще одном инспектируемом объекте детском садике номер 41 строительные работы идут полным ходом. Сегодня на стройке трудится 32 человека. Основные силы брошены на закрытие теплового контура. До наступления холодов необходимо завершить фасадные работы, доделать крышу, закончить все уличные работы. Также за минувшую неделю строители исправили замечания, сделанные в ходе предыдущего обхода. Практически завершены работы по штукатурке стен. Осталась незначительная часть, я думаю, на 5-7 дней. И все работы, связанные с мокрыми процессами, конкретно штукатуркой, тоже будут завершены. Приступаем к облицовочным работам и малярным. Далее первый заместитель главы администрации вместе с заместителями, начальниками отделов, представителями коммунальных служб, отправился по площадкам, выбранными для посадки деревьев и кустарниках в рамках проведения экологической акции «Наш лес посади свое дерево», чтобы на месте более детально обсудить все организационные моменты. Всего в городе определено 18 площадок, где все желающие принять участие в озеленении Электрогорска, смогут посадить свое дерево. Давайте сейчас стулья определимся тогда. Мы их сажаем, тогда получается, у нас в заднем плане. Тогда получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получается, правильно? Ну, восемь. Посмотрите, одна между этими, да? Здесь две иногда сажают, да? Да, да. В совершении. Ну, там опять одна, два, три, четыре получается. Там одна, пять, и там две, шесть, семь. Организаторы акции в этом году для посадки закупили саженцы декоративных кустарников, ели, сосны, туи, липы. Также на площадках будет раздаваться весь необходимый инвентарь. Пользуясь случаем, приглашаю всех жителей города Электрогорска на данную акцию, которая пройдет на двух центральных площадках. Это на памятнике Классона на привокзальной площади и на бульваре. И будут еще отдельные площадки, которые находятся в жилых дворах. Данные об этих площадках опубликованы в средствах массовой информации и имеются в виду на сайте администрации. Поэтому еще раз приглашаю всех посадить свое дерево. Сразу с первоочередных рабочих моментов началось выездное совещание на социально значимом строительном объекте. Сдача нового дома затягивается по срокам. И строителям надо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее люди из старого жилья въехали в новые квартиры. У нас подмана, она вот так проходит. И получается, их парковки переносятся сюда. У них есть эта проблема. Мы, как Илья Леонидович сказал в свое время, что давайте сделаем по-другому. Давайте, соответственно, сделаем полностью. А потом этот вопрос с точки зрения разделения на проезжую часть движения и парковки мы решим. Строительство дома сегодня находится на завершающей стадии. Сейчас на площадке идут активные работы по благоустройству прилегающей территории и внутренней чистовой отделке квартир. На сегодняшний момент планируется проведение врезок горячей воды и холодного водоснабжения на следующей неделе в первой половине ее. То есть это понедельник, вторник. Приезжали, соответственно, у нас новые комиссии из ТСК Москвы. Все посмотрели, все вроде бы согласовали и дали свое одобрение. Так что будем на следующей неделе проводить все врезки. Теперь мы уже полностью предоставили фронт работы для благоустройства. Все, так сказать, траншеи под сети засыпаны. И Суверен Егорыч у нас будет сейчас полными темпами заниматься благоустройством вокруг всего здания. Пока на строительную площадку не завезли сантехническое оборудование, но строители уверяют, что пока у рабочих достаточный фронт работ. Планируем подаваться, наверное, в 20-х числах. Сейчас уже посмотрим за темпами работы по благоустройству и будем уже выходить на ЗОС. Новый творческий сезон участники литературного объединения Госбужья открыли, ну, совсем необычно. Электрогорские поэты и писатели собрались не в своей литературной гостиной, а в актовом зале детского сада «Елочка». И не одни, а с маленькими воспитанниками. А вот для чего мы вам расскажем. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Помните песенку забавного медвежонка Винни-Пуха, который приходил к своим друзьям позавтракать медом? Но наша история не про мед, а про то, как электрогорские поэты утром 17 сентября пришли на встречу со своими юными слушателями. Участники литературного объединения Госбужья – частые гости в городских садах и школах. И каждый раз ребята с удовольствием принимают участие в творческих посиделках. Мы сегодня с вами вместе проводим нашу литературную гостиную. Что это такое, литературная гостиная? Это такое кино. Это когда люди, которые любят... Читают стихи. Читать стихи, читать хорошие книги и их писать. Вот здесь вот на сцене собрались те, кто пишет стихи. А в зале у нас уважаемая публика, воспитанники детского садика «Елочка» умеют читать стихи. И вот мы с вами вместе сегодня и собрались. И как положено по этикету, гости пришли не с пустыми руками, а с театрально-творческими подарками. Вместе с ребятами они разыграли веселую сценку по стихотворению Маршака. «Приехали на станцию. Дно. Хватились? Ну-ка, грузчик 15-й надо. Посмотри, все ли вещи на месте? А что? Собачонки нету. Потеряно место одно. Потеряно одно место. Одно место. А остальные на месте? Ну-ка, перечисли. Так, диван на месте? Вот он. Дальше. Чемодан? Собояш? Картина? Корзина? Картонка? Товарищи, где собачонка? Убежал. Два человека мне надо. Ребята, 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 ребята. Поэты исполнили ребятам собственные песни и стихи, написанные специально для детей младшего возраста. Ведь многие из поэтов в большую часть своей жизни отдали работе с детьми. И поэтому прекрасно знают, что особенно нравятся детям. Рыбка в озере играет, чешуей своей блистает, плавничком сверкнет задорно, за мошкой плывет упорно и обгонит всех дружков, пескарючком и куньком. Рыбки весело здесь жили, об опасности забыли, а о щуках не вспыхали. В догонялки все играли. Вдруг явился рыбачок. Рыбок ловит на что? На крючок. В воду удочку закинул, целый час спорытой минул. Вдруг рыбка видит червячок. Сап! И попалась на крючок. Знай, ей грозит беда, ждет ее. А беда, сковорода. С удовольствием послушали и стихи в исполнении самих ребят. Воспитанники детского сада тоже готовились к встрече с настоящими поэтами. Тучка-тоустушка встретила подружку. Тучку-коготушку, такую же толстушку. Встретились подружки и развеселились. И по небу с ветром танцевать пустились. Раза два столкнулись, молнии светнулись. Грома, 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 грома. А пока прислали, вонюшки укранились. Ох и теплая дождичка, толстые краи. Времени хватило и на умные, и серьезные темы. Малышам рассказали про то, как пишутся стихи, про стихотворные рифмы и размеры. И даже попробовали вместе с профессиональными поэтами сочинить стихотворение. Откуда берутся стихи? И о чем они бывают? О чем они бывают, стихи? А маме бывает? Да. Бывает. А светофоры тоже. О чем? Светофоры. О светофоре? О светофоре. А еще можно просе в гости. А в автомобилях бывают? Да. О Новом Годе бывают? Да. О Дедушке Морозе бывают? Вот видите, сколько тем о природе, о березках, о маме, о папе, о бабушках, о дедушках, обо всем можно сказать. О Дедушке Морозе. Смело можно сказать, что открытие нового творческого сезона литературной гостиной прошло с аншлагом. В зале не было ни одного равнодушного зрителя, а искренним аплодисментом могли позавидовать даже более именитые поэты. 18 сентября инспекторы Госадомтехнозора провели объезд территории Электрогорска. Как содержатся территории торговых объектов, детские площадки, дворовые территории и есть ли какие замечания, смотрите в материале коллег. Сотрудниками территориального отдела номер 14 18 сентября в рамках надзорных мероприятий осмотрено состояние дворовых территорий, на которых этим летом прошли работы по комплексному благоустройству. Были посмотрены дворовые территории по вопросу комплексного благоустройства, по ранее сделанным недочетным замечаниям посмотрели, как устраняются эти правонарушения. Процесс проходит, нарушение устраняется. Были осмотрены детские площадки, по которым также ранее выдавались предписания административным нарушениям. Работа идет, движется, так как еще сроки не подошли к окончанию, то есть время для дальнейшего устранения. Вторым направлением контроль, за которым планируется усилить, станет состояние внутридворового дорожного покрытия. Также мы смотрим состояние дворовых территорий и наличие на них каких-то мелких провалов дорожного покрытия. В городе Электрогорск выявлено одно пока что такое место, это Горького 35. Планируется, что в рейдах будут участвовать внештатные инспекторы и представители общественного совета при Госадомтехнадзоре. А жители могут обращаться, если у них такое будет? Конечно, могут. Это будет большой подспорье и помощь нам, потому что физически все объять невозможно. Если жители будут обращаться, конечно, мы тоже будем принимать меры и подавать эту информацию между стоящим органам. На оперативном совещании, прошедшем в администрации 17 сентября, были высказаны замечания по факту ненадлежащего содержания территории торговых объектов города, а именно магазина «Магнит» на улице Советской. Были выявлены замечания у торгового объекта «Магнит» по улице Советская, дом 42. По выявленным нарушениям будет выдано предписание об административном правонарушении и составлен протокол. Следующий рейд инспекторы Госадомтехнадзора проведут на следующей неделе. Компания по вакцинации против гриппа началась в Электрогорске. Врачи настоятельно рекомендуют сделать прививки и защитить себя от этого опасного заболевания. Первая партия вакцин уже получена из Подольска. Это 3900 доз. Из участковых терапевтов созданы мобильные бригады, которые будут выезжать в закрепленные за ними организации и учреждения. Детей вакцинировать будут в детских садах и школах после предварительного осмотра педиатром в согласии родителей. В этом году по сравнению с остальными годами вакцинация у нас начнется буквально на следующей неделе, так как 5-6 сентября вакцина против гриппа, первая партия поступит к нам в Электрогорске. И мы начнем активно прививать вас от гриппа, чтобы вы не заболели. Дополнительно прививки делаются детям в детской поликлинике в новом здании, которое вы уже видели и знаете, наверное, вы к ним привыкли. А взрослому контингенту будут делать во взрослой поликлинике. Когда мы ее вводим, наш организм вырабатывает иммунитет, который будет нас защищать. Я вот просто могу сказать, что одна прививка против гриппа стоит полторы тысячи, а мы вам делаем бесплатно. В Москве уже начали делать 20 августа эти прививки. Уже сделали более 25 тысяч. На телеканале ТВЛ стартовал интересный фотоконкурс. Спешите принять в нем участие. Поделитесь со всеми яркими моментами и получите классные призы. Совместно с детскими журналами «Непоседа», «Классный журнал» и издательством «Део гостиния» Телеканал ТВЛ объявляет фотоконкурс «Школы с непоседой». А принять в нем участие может каждый желающий, без ограничения возраста и давности фотографий. Мы ждем от вас любое фото, можно даже старинное, снятое на пленочный фотоаппарат. Но оно обязательно должно быть на тему школы, 1 сентября, любимого учителя или школьных друзей и с небольшим рассказом об истории его создания, названием снимка и кто на нем изображен. Конкурс продлится до 30 сентября. Победители ждут классные призы от наших спонсоров. Подписка на журнал, коллекция журналов, школьные аксессуары и многое другое. Размещайте фото в конкурсном альбоме группы ТВЛ ВКонтакте или выкладывайте в Инстаграм с хэштегом «Школу с непоседой». В связи с постановлением первого заместителя главы администрации Сергея Дорофеева за номером 727 от 17 сентября о переводе тепловых сетей городского округа «Электрогорск» на зимний график работы, подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, объектов социальной сферы к осенне-зимнему отопительному периоду 2018-2019 годов. С 0 часов 28 сентября прекратится подогрев горячей воды. С 0 часов 30 сентября начнется заполнение тепловых сетей с дальнейшей циркуляцией сетевой воды в полном объеме. 4 сентября состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В рамках данной церемонии работали интерактивные зоны в соответствии с направлением проектов. Состоялся большой праздничный концерт, поздравления от председателя Совета конкурса и от губернатора Московской области. От городского округа «Электрогорск» победителями стали 13 проектов и члены инициативных групп в категориях «Инициатива», «Команда» и «Объединение». В категории «Инициатива» победителями стали 8 проектов. В этой категории участвовали проекты с численностью от 1 до 15 человек. Эти проекты получат на вознаграждение в размере 55 тысяч рублей. Также от городского округа «Электрогорск» были представлены проекты в категории «Команда». Всего их три. Данные проекты получат вознаграждение в размере 155 тысяч рублей. И два проекта в категории «Объединение». Премия за эти проекты составит 200 тысяч рублей. Далее в нашем эфире сюжет о победителях конкурса, о необычных электрогорских волшебниках. А кто это такие и чем они необычны, смотрите, мы вам расскажем. Проект, о котором мы сейчас вам расскажем, и который стал победителем в номинации «Объединение», существует на безвозмездных началах совместно с окружным отделом социальной защиты населения по городским округам Ногинск, Паловский посад и Электрогорск. А суть этого проекта до банального проста. Канун Нового года. Наша Дедушка Мороз и Снегурочка с поздравлениями и подарками приходят к большому количеству людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наш проект называется «Социальный Дед Мороз бывает настоящим». И особенность нашего проекта, который очень отметила жюри, состоит в том, что наш Дедушка Мороз посещает не только детишек, которые нуждаются в помощи, которые остались в тяжелой жизненной ситуации, но также мы посещаем пожилых людей в больницах, в домах для пожилых людей, пенсионеров, которые не меньше, чем маленькие детишки, нуждаются во внимании и также очень сильно хотят поверить в настоящую сказку. Вот и получается, что есть в жизни самые настоящие новогодние волшебники. И не только потому, что рост Дедушки Мороза 193 см, и у него пышная и длинная борода, и одет он в великолепные расписные одежды, изготовленные вручную русскими мастерицами. И не из-за того, что Снегурочка может найти подход и к детям, и к взрослым, а все волшебство происходит от того, что у каждого участника этого проекта большое доброе сердце. Сколько лет уже живет ваш проект? Больше пяти лет нашему проекту, и вот, наконец, мы его решились представить на публику. Вы подавали номинации «Объединение», да? Да. Сколько человек участвует в вашем проекте? Сколько вас поддержало? Более 50 человек, да, около 50-60 человек. И главный вопрос, а куда вы потратите полученную премию? Ну, конечно же, мы потратим эти деньги на приобретение новых костюмов для наших персонажей и на оборудование для волонтерского обтенения «Капитошка». Все на дальнейшую реализацию этого проекта. Как Электрогорску повезло. Хорошо, что именно у нас, к особенным детишкам и взрослым, приходят самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз! А теперь прервемся на рекламу. Не переключайтесь. Выбирая подарок для дорогого человека, мы всегда находимся в состоянии предвкушения. Ни сколько важны нам материальные стороны, сколько душевная сторона вопроса. Не нужно ждать моментов для подарка, можно просто доставить удовольствие в любой момент. Каждая вещь, представленная в магазине интересных подарков, может стать приятным сюрпризом, который принесет улыбку и удовольствие. Стоит отметить, особое внимание женщины уделяют выбору посуды и кухонным принадлежностям. Именно такие, всегда нужные предметы, порадуют каждую хозяйку. Ведь кухня – это особое место в квартире, царство уюта и семейного счастья. У нас представлен широкий ассортимент бытовой техники и для дома, и для кухни. Без этой техники невозможно представить ни один дом. Значит, такой подарок подчеркнет проявляющуюся заботу и участие. В магазине интересных подарков представлен широкий ассортимент игрушек для детей всех возрастов. Провести время с удовольствием и пользой, потренировать логическое и пространственное мышление, вам помогут игрушки-головоломки. Они будут интересны не только детям, но и взрослым. Не знаете, что подарить дорогому мужчине? Или хотите оказать уважение своему деловому партнеру? То даже в символических подарках лучше выбирать что-то качественное и дорогое. Например, правильно подобранный портсигар с зажигалкой, или набор для вина в деревянной шкатулке, фляжка, настольные деревянные шахматы, и даже не важно, умеете ли вы по-настоящему играть или нет. Каждая подаренная вещь, безусловно, демонстрирует искреннее желание сделать что-то приятное. А если вы тем самым воплотите давнюю мечту, это подчеркнет неподдельное личное внимание, да и подарок останется в памяти на долгие годы. Передать частичку душевного тепла помогут в магазине интересных подарков по адресу улица Ухтомского, дом 4Б, второй этаж. Здравствуйте! Я Светлана, парикмахер-стилист салона Бель. Я бережно отношусь к вашим волосам, поэтому использую качественные и стойкие красители. Я делаю современные стрижки, которые не требуют долгой укладки. Вы приходите ко мне с идеей. Мы вместе подбираем для вас образ. Я воплощаю его в жизнь. Здравствуйте, милые дамы! Приветствую вас в салоне красоты Бель. Я, Константинова Анна, мастер ногтевого сервиса. Предлагаю вам услуги по маникюру, педикюру, а также наращиванию дизайна ногтей. Посещая наш салон, вы можете изменить и сделать более выразительным и красивым свой взгляд с помощью услуги наращивания ресниц. Добрый день, милые дамы! Меня зовут Кабанова Евгения. Я косметолог салона красоты Бель. В нашем салоне мы предлагаем вам услуги, направленные на поддержание вашей молодости и красоты. Это такие процедуры, которые каждая женщина должна позволить себе хотя бы раз в неделю. Это уход за лицом, чистки лица, массаж лица. Также мы предлагаем вам окрашивание бровей и ресниц, перманентный макияж бровей, губ. Такие процедуры помогут вам сэкономить время. Также мы предоставляем услуги по эпиляции воском, шугаринг и многое-многое другое. Приходите к нам, вам у нас понравится! Дорогие зрители, у нас премьера! Мы приезжаем к вам с народной комедией «Соседи». Спектакль добрый, веселый, смешной, о любви, о счастье. Приходите! Ждем вас! Ура! 21 октября в Доме культуры Электрогорска народная комедия «Соседи» или «Хочу носи и шелы». В ролях Сергей Баталов, Марина Яковлева, Наталья Бочкарева, Константин Чапурин, Василий Мищенко. Герои спектакля, жители российской глубинки и добрые соседи и соперники, живущие рядом. Все у всех на виду. Вся история нашего спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и волей случая получает возможность воплотить их в жизнь. И вот появляется единственная в мире ППМ. А что это, вы узнаете, посмотрев спектакль. На презентации была вся деревня. Вот шуму-то было. Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и сериал «Сваты». Этот спектакль про нас с вами. Продолжительность спектакля 2 часа с одним антрактом. Категория 16+. Акция от YotaBit. При переходе от другого провайдера мы сохраним ваш баланс. При первом подключении роутер в подарок. Подробности акции на сайте, по телефону или в офисе по адресу улицы Ухтомского, дом 9. А мы продолжаем обзор городских новостей. Далее в эфире сводка чрезвычайных происшествий. Дежурную часть электрогорского отдела полиции МО МВД России Павла Посадский поступило сообщение от местной жительницы о том, что из ее квартиры, расположенной в доме на улице Максима Горького, похищены ювелирные украшения. Сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи задержана 28-летняя местная жительница. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дежурная часть электрогорского отдела полиции МВД России Павла Посадский поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестная повредила ее автомобиль иностранного производства, который был припаркован около одного из домов на улице Ленина. Сумма материального ущерба составила более 40 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 23-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении умышленного повреждения имущества заявителя. Отделом дознания МОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Профилактическая операция «Законность» 24 по 27 сентября будет проходить на территории Электрогорска. Цель мероприятия профилактика нарушений законности в сфере приема, регистрации своевременного реагирования на заявления и сообщения о происшествиях, жалобы и обращения граждан, выявления и пресечения фактов сокрытия правонарушений от регистрации и учета, других нарушений уголовно-процессуального законодательства. В рамках операции «Законность» 26 сентября с 11 до 12 часов состоится телефонный час начальника. Жители Электрогорска могут позвонить по телефону 2-10-16 и задать вопрос начальнику МО МВД России Павл Посадский подполковнику полиции Илье Юрьевичу Юхману на тему приема, регистрации и мер реагирования на заявления и сообщений граждан о преступлениях и происшествиях. И в завершении выпуска несколько слов о погоде. Ближайшей ночью ясная погода, температура плюс 10-12. В субботу 22 сентября в течение суток ожидается ясная погода, но есть вероятность небольшого дождя. Днем плюс 25-27, ночью плюс 10-12. Ветер южный, умеренный. А в воскресенье синоптики обещают похолодание. Ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможно гроза, плюс 8-10. Ветер северо-западный, умеренный. На этом все новости на сегодня. Далее на ТВЛ программа Муз-ревью с Анной Вязгиной и Гайкой Маганесяном. А я прощаюсь с вами, желаю хороших выходных и отличного настроения. Не забудьте прийти и посадить свое дерево. В студии была Ольга Костина. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова